здравия всем тема нашего сегодняшнего видео это полный залет или изображение ныло по всему миру то тарелками пугают дескать подлые летают высоцкий чистоту красоту мы у старших берем саги сказки из прошлого тащим потому что добро остается добром прошлом будущем и настоящим высоцкий тоже все началось с этого изображения которое разместил один из моих друзей социальных сетях первоначальное мнение могло быть что это очередной фейд но дальнейшее исследование в интернете дало новые фото поддуманного нло но уже в другом храме на вашем фотографии вы видите фото из храма старый вильнюс самое интересное вас ожидает католическом храме святой терезы находящийся рядом с вратами внутри этого храма древняя реликвия в виде каменной плиты встроенной в стену католического храма обратите внимание верхней части плиты выграверан неопознанный объект в виде тарелки из которого вниз исходит информация символами очень похожими на узелковое письмо древняя церковь сан-леоне мессина построена в 1261 году на полу и стенах церкви можно видеть изображение космических кораблей их ничем не спутаешь классический нло в виде тарелок и другие аппарат аппараты похожие на ракеты посещение церкви для общественности широкой закрыто на ваших экранах вы видите разнообразные фотографии с этой церкви ссылку на видео где снимают посещение церкви я размещу под своим видео на конте уже были подобные статьи с ними можно ознакомиться тоже под ссылками в видео это изображение на нло на средневековых картинах на иконе 17 века как можно видеть явно изображена ракета но интересно не только изображение самой ракеты которая точно вписывается в общий смысл иконы но и космос или звездное небо в левом углу в которой направлена ракета также можно увидеть что ракета не просто стоит а летит обратите внимание из хвостовой части вырываются потоки которые явно свидетельствуют об ее движении тем самым доказывая что это не падающая башня ну и конечно же также интересно то что ракета нарисована очень точно к своим современным аналогом откуда иконописцы прошлого могли знать о подобной форме и вообще предполагать основы ракета строения перед вами на видео картина икона 17 века также вы не видите на видео бронзовая фибула с изображением рогатого божества словакия конец 5 начало 4 века до нашего эры можете сравнить с сигвеем изобретенным в нашем время сходство по моему идентичные такие же непонятные изображения не единичны на видео вы видите георгия победоносца а вверху тоже непонятное нового правитель царства майя покаль жил 615 по 683 год нашей эры вы можете наблюдать саркофаг покаля его сравнение с возможным летательным аппаратом сами решайте насколько это похоже в центре гробницы состоял большой каменный саркофаг саркофаг был закрыт прямоугольной плитой 3,8 на 2,2 метра сплошь покрыт тонкой резьбой эта плита является одним из самых выдающихся произведений искусства майя по технике исполнения ее сравнивают с работами европейских мастеров эпохи возрождения саркофаги была найдена мумия правителя древнего города индейцев майя покаля великого удивительным оказалось то что тело царя было мумифицировано по технологиям которые применяли в древнем египте для захоронения фараонов кроме того саркофаг был установлен гробницы поразительно похожий на египетскую пирамиду но нам это особенно интересно так как предыдущих статьях мы выяснили америка была открыта задолго до колумба египтянами найдено письменности артефакты объединившие старый новый свет 3600 лет назад ссылка на данную статью под видео статья про оптику мы выяснили как выглядят настоящие египтяне те же 3600 лет а и более это голубоглазые светловолосые люди с белым цветом кошек которые ни с чем не перепутаешь но вернемся к самому покалю особый интерес вызвала крышка саркофага представляющий собой монолитную плиту имеющую массу 20 тонн исследователи этой плиты занимались не только историки археологи но и специалисты по уфологии а также эксперты в области построения летательных аппаратов и космонавтики столь большой ажиотаж вызвал рисунок нанесенный на поверхность плиты предположили что раз внутри саркофага находясь реальный человек то все окружающие предметы изображения должны относиться к этому человеку невероятная гипотеза при многочисленных осмотрах и исследованиях возникла совершенно невероятная версия о том что на плите саркофага изображен человек который слегка наклонившись вперед сидит в кресле летательного аппарата голова человека защищена прозрачным шлемом от которого отходят провода впереди находится аппарат который напоминает кислородные руки человека вытянуты перед собой находятся на панели управления одной рукой он сжимает рукоятку а второй нажимает на клавишу или тунгли левая нога расположена так словно человек нажимает на педаль костюм человека напоминает униформу современных космонавтов перед тем как они надевали скафандр помимо самого человека на плите изображена загадочная аппаратура которая вполне может быть кислородным аппаратом а также приборной панелью управления кораблем и приборами внешнего контроля в носовой части корабля находятся два мощных электромагнита назначение которых создание магнитного поля в пространстве перед кораблем для предотвращения столкновения с мелкими метеоритами и космическим мусором в остовой части расположена аппаратура которая может быть ядерным реактором а из кормы аппарата вырывается поток реактивного пламени кем был этот человек найденный в гробнице атрибуты власти щит с изображением бога солнца скипетр и маска подтверждают что это обожественные еще при жизни верховный правитель поленки покаль великий над его саркофагом установили каменную плиту на которой вырезана повесть о смерти обресленного верхнего правителя и о возрождении на небесах как можно понять из вырезанного на каменном саркофаге изображения на небеса покаль великий отправился ну как минимум на космическом корабле также на вашем экране приведена схема зооморфной подвески музей дель ора богата колумбия первый век до нашей эры 700 год нашей эры ну примерная дотировка справа вы видите кресло современного пилота как говорится найдите 10 отличий если сможете подобные изображения в америке не единичны в америке хватание изображений с такими непонятными аппаратами на вашем экране представлено минимум 5 непонятных изображений из американских коллекций и вы можете сравнить с современными аппаратами которые повторяют что-то подобное конечно многие скажут что это предположение но сами изображения придумать невозможно их можно сделать только если ты это видел или хотя бы видел как это нарисовано есть изображения в виде летательных тарелок вместе с пассажирами этих аппаратов сами решайте насколько это люди или похожи на них существа но аппараты в виде летающих тарелок мы видели и вверху в Европе это чудо тоже из американской коллекции может кому-то он покажется и карликом в костюме а может и чем-то другим решайте уже сами таких чудес в Египте тоже предостаточно вы видите различные изображения из Египта из храмов также металлические изображения все они позволяют предполагать что развитие техники было не таким однозначным как нас пытаются уверить историки на снежных вершинах была обитель не только шумерских богов также греческих олимпийских скандинавских асов согласно шумерским и индийским описаниям они летали на воздушных и космических кораблях бенбенах и виманах на которые иногда брали людей в ведах также имеется описание устройств такого корабля с несколькими реактивными двигателями сохранилось множество весьма реалистичных рисованных и скульптурных изображений космических и воздушных кораблей вы их видите на своем экране это шумерские изображения летательных аппаратов различных типов в древне индийских текстах есть великое множество подробнейших описаний летательных аппаратов так называемых виман на которых перемешались по небу боги причем полеты их происходили как в космосе так и между континентами в индуистских и буддийских храмах есть достаточно фресок с явлением высшего мира у них это божественное боги спускали с небес на своих колесницах такое изображали очень продвинутые и умные люди которые знали правду на своих экранах вы видите различные изображения различных текстовых и храмовых комплексов это изображение из индии это самодвижущаяся повозка тоже изображение с одного из храмов ну мягко говоря до нашей технической революции так называемой но все эти механизмы должны были где-то приземляться такие места есть про одно из них я писал в своей статье ссылку вы увидите под видео найденный аэродром древних цивилизаций или инопланетян аэродром Юн Дум обнаружен на территории маленькой африканской страны Гамбии я уверен что и другие подобные площадки имеются только еще не изучены количество сробленных фактов говорит об одном в прошлом все было намного интереснее чем нам сейчас пытаются объяснить современные историки изучить и понять прошлое для того чтобы иметь будущее вот наша задача так как тот кто не знает прошлого не имеет будущего но хотелось бы напомнить что для того чтобы выходили следующие видео нужна ваша информационная поддержка потому что если вам нравятся эти видео то чтобы они оставались в информационном поле нужны во первых ваши положительные комментарии ваши лайки подписка на канал и соответственно репосты то есть распространение этой информации в своих группах в своих друзьях ну и соответственно просмотр именно все это позволяет оставаться в информационном поле той информации которая системе разрушения как бы не нужна а вот если она нужна людям то тогда просьба поддержать такую информацию именно благодаря этому лайкам комментариям положительным эта информация остается потому что youtube такие видео обычно лишает монетизации а в итоге удаляет то есть люди не получают рекомендации то есть не видят их в рекомендациях тогда в итоге эти видео просто удаляется с канала из-за того что они youtube как бы не нужны отдельная благодарность тем кто имеет возможность помочь материально потому что не только информационная работа важна но и работа в материальном мире так как нужно продолжать исследования я бы например хотел посетить те места которые открыл например тот же великий ханбалык легендарный в россии долину пирамид императоров но это без вашей поддержки невозможно если даже хотя бы десяти процентам тех кто смотрит это видео это будет интересно под каждым видео есть закрепленные комментарии там есть любые счета и в рублях и в долларах и в гривнах и в других валютах совершенно небольшая сумма может помочь чтобы невозможное стало возможным стали возможны и новые исследования стали возможны и экспедиции в те районы которые уже открыты то есть фантастика стала бы явью но это возможно только при силе коллектива когда многим людям это интересно и не нужно что-то фантастическое даже если человек найдет возможность выделить какие-то десять сто рублей раз в год найдя информацию на канале полезно это позволит невозможному стать возможным и помните бесплатный сыр он всегда бывает только в мышеловках а тот кто платит тот и заказывает музыку поэтому заказчики должен быть народ простой народ который будет говорить да мне интересно развиваться как человек либо наоборот интересно посетить в первую очередь как раз те места которые уже открыты просто нужно подтверждение что это действительно так и помните что сейчас наступила эпоха волка а древние говорили в человеке два волка злой и добрый кого кормишь на кого обращаешь больше внимания как в информационном плане так и в материальном тот и увеличивается то есть то что что вы обращаете внимание и во внешнем мире и в себе то и будет увеличилось был будете обращать очень много внимания на зло было увеличится количество зла будьте обращать внимание на добро как си geld так и в мире будет увеличиться количество добра почему наступившая эпоха уже с тринадцатого года это как раз время честности справедливости время санитаров леса то есть То есть людей волевых, то есть образ волка отсюда возникает. Поэтому время поменялось, энергии поменялись. Не живите на алгоритмах прошлого, а ищите алгоритмы, которые делают вас лучше. И самый главный успех этой жизни и секрет этого всего успеха, это состоит в том, чтобы найти свое предназначение, а затем реализовать его. Это говорил Генри Форд. Но на самом деле это знали и древние, потому что если каждый человек устремится к цели в жизни, выполняя свое предназначение в соответствии с течением времени жизни, то жизнь его обретет высший духовный смысл. Это заповедь числа Бога. Именно поэтому я на своем сайте и предлагаю людям пройти славянский гороскоп, так как именно он и является основой мудрости древних. Он показывает жизненное предназначение человека, содержит ту гигантскую информацию, которая содержит душа человека, те программы, которые в нем есть. То предназначение на весь срок жизни и плюс множество еще дополнительной информации. То есть без этого это все равно, чтобы блуждать широко закрытыми глазами по миру и натыкаться на препятствия, которые вам совершенно не нужны. То есть тратить свое жизненное время попусту. Всем рекомендую это сделать, потому что это основа вашей жизни. То, что в вас заложили и боги, и предки, и высшие силы, и вы сами. Все ссылки на эти материалы, они есть на канале. То есть вот красная стрелка, на главной странице канала есть ссылка и на сайты, на все мои социальные сети. Переходите, там все это есть. А в социальных сетях Народная Академия Наук создана. То есть то место, где люди могут делиться своими находками, показывать интересные материалы. И написать мне напрямую, если там есть необходимость. То же самое есть и в Одноклассниках. А с вами был Виктор Максименко. Жду ваших комментариев по этому поводу, стоит ли продолжать двигаться в этом направлении. Благодарю всех за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok